Здравствуйте! Сегодня 11 сентября. Сегодня я поздравляю всех православных христиан с праздником. Праздником усекновения главы Иоанна Крестителя. Для тех, кто знает, это большой праздник для православных христиан. И, к сожалению, накануне этого праздника Грузии, в стране, которая известна тем, что здесь живут представители разных вероисповеданий, которые исторически уважительно друг к другу относились, произошло очень страшное событие, страшное и неприятное. В городе Кабулети некоторые люди, я не знаю, кто это был, но сделали очень неприятно не только для мусульман, но и для православных христиан. Поскольку, как известно, 11 сентября церковь отмечает день усекновения главы Иоанна Крестителя. То Иоанна Крестителю отрубили голову, и эта икона выставляется во всех храмах. Во всех храмах мы можем видеть отрубленную голову величайшего святого Крестителя, который был постником. Этот день постный, в этот день не полагается ни веселиться, ни плясать, ни танцевать, потому что все знают, как было совершено это преступление, убийство Иоанна Крестителя. И вот накануне этого дня отрезать голову свиньи и прибить его к дверям, это, я считаю, что издевательство не только над мусульманами, это издевательство и над православными христианами. Тот, кто совершил это действие, он не православный, потому что накануне этого праздника делать такие намеки, такие кощунственные намеки, это никуда не годится. Это мог делать только провокатор. Тот, кто плевать хотел и на мусульман, и на христиан, и на православие, кто далек от православия, кто не бывает в церкви, и кто не знает историю православной церкви, не знает ее праздников, только такой человек мог это сделать. К сожалению, находятся люди, которые ведутся на такие провокации. Мне очень больно, что в Грузии, в стране, которая известна своим терпимым отношениям ко всем религиям, ко всем национальностям, такое происходит. Тем более в Аджаре, где пример межконфессионального мира, я считаю, является для всего человечества, поскольку здесь есть семьи, одни и те же семьи, где родные братья, родные братья, сестры, есть и верующие христиане, и верующие мусульмане, они мирно живут, и ничто их не ссорит. И чтобы такое сотворить, это нужно было быть очень, так сказать, злым и очень изощренным провокателем. Скорее всего, это было все сделано для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Грузии. Очень кому-то не нравится мир в нашей стране, очень кому-то не нравится то, что люди находят общий язык, представители различных религий, различных, так сказать, вероисповеданий, различных культур, живут вместе, вместе устроят свое будущее. Хотелось бы обратиться и к жителям Кабулети, и к жителям Батуми, которые почему-то, почему-то их начало смущать то, что мусульмане, ну, мусульманские родители захотели, чтобы было метресе для их детей, чтобы их дети учились, учились исламу, учились всему лучшему, что было в исламе. Потому что, поймите, мусульмане ничему плохому не учат. Мадресе не учат убивать, мусульмане не учат воровать, мадресе не учат пьянствовать. Ничему этому не учат мадресе. Почему вас не возмущает то, дорогие жители Батуми, Кабулети, которые так не хотят, чтобы рядом с ними жили мусульмане, чтобы рядом с ними были мечети мадресе, почему вас не возмущают, что только в Батуми, в городе, где население, ну, чуть больше 100 тысяч населения, 6 казино, 6 огромных казино, и неизвестно, сколько других притонов игр, так сказать, что индустрия порока, индустрия азартных игр, Батуми поставлена на широкую ногу. А ведь это грязные деньги. В Турции запрещены азартные игры, в Украине запрещены азартные игры, в России, на большей части территории России тоже запрещены азартные игры. И народ подвержен этим порокам, подвержен этому азарту, этой болезни, а азартные, а страсть к азартным играм, это страшная болезнь, это как наркомания, то есть человек, который становится азартным игроком, который начинает сходить в казино, но он как наркоман, он проигрывает все, он разоряет свою семью, распадаются семьи, он не может остановиться, потом он идет на преступление. Вот такие центры пороков в Батуми существуют, в Кабулете существуют, и никто против их не возражает, а это все влияет на нашу молодежь. То есть никого, по-моему, еще не развратило мечеть, никого еще не развратило мадресе, а казино, а ночные клубы, бордели, они развращают народ, от них, так сказать, распадаются семьи, гибнут преждевременно люди, гибнут же ваши же дети, потому что в Батуми, к сожалению, едут не за высокой духовностью. Я бы был рад, если бы в Батуми ехали люди, чтобы молиться в церквях, это было бы очень хорошо. И если молиться в мечети, то тоже ничего в этом плохо нет. Что если мусульманин приедет в Батуми, если сам Батумицы или жители Кабулейцы пойдет в мечеть, будет там молиться, из Турции, из Ирана тоже приедут в мечеть, что в этом плохого? Но они идут не в мечеть, они не идут не в церковь, они идут в казино, они идут в ночные клубы, они идут по борделям. От этого огромное зло идет, от этого заражается молодежь. Что творится с молодежью вообще в курортных регионах? Люди теряют свое будущее, так сказать. Дети, юные дети уже, они попробовали все мыслимые и немыслимые пороки. Они не могут, но они смогут потом создать нормальные семьи. Что лучше, чтобы ребенок, ну пусть даже он мусульманин, чтобы он ходил на дрессе, либо он, допустим, пошел в ночной клуб, чтобы девочки пошли на панель. Что бы там хорошего? И люди, которые возмущаются тому, что их братья, их соседи, они хотят, чтобы их дети научились основам их религии, традиционной религии, так сказать. Почему они возмущаются этому? А почему они не возмущаются, что рядом же существуют и горные залы, и горные автоматы, и рядом же существуют ночные клубы, рядом же существует индустрия азарта, так сказать. Почему нет такого возмущения? Я бы понял, жители Кабулетии и Батуми, которые бы протестовали против строительства очередного казино. Но почему таких протестов нет? Я не понимаю. Если вы такие верующие, если вы такие христиане, протестуйте против этого. И мусульмане вас поймут, мусульмане вас поддержат, потому что это беда из мусульманских стран. Это будет беда развращения молодежи, так сказать, азартные игры. Это беда из исламского общества. Оно за себя своим борется. А, к сожалению, в Грузии у нас это создано, такая отдушина. И против этого протестует и православная церковь. Православная церковь протестовала против фестиваля Казантип, который я знаю, что когда он был в Крыму, там творились очень нехорошие вещи. Она против была этого. И мусульмане в этом поддерживали православную церковь. Православная церковь выступает и против игорного бизнеса. Она добивается его закрытия. Почему жители Батуми и Кабулетии не приложат усилия, чтобы не было этого позора на грузинской земле? Чтобы не было проституции, что сейчас, допустим, которая калечит не только людей, не только развращает, калечит в жизни тысяч женщин. Мы же знаем, что и существует торговля людьми, торговля девочками. Девочек принуждает в проституции. Вот с этим нужно бороться. А не подкладывать свиные головы на хануне выдающегося такого православного праздника, который оскорбляет меня, как православного христианина. Это оскорбляет, что я знаю, что скоро будет праздник усекновения главы Иоанна Хрестителя, что отрубили горову и величайшему святому. Кстати, мусульмане его тоже почитают, считают одного из величайших пророков нашего Иоанна Хрестителя. И тут мне новость такая, что отрезали голову свиньи. Кого вы хотели этим оскорбить? Я не понимаю. Это очень оскорбительно. И это наносит, так сказать, оскорбление мусульманам, потому что зачем такое? Зачем это такое явное, вызывающее, так сказать. Столько лет отжали я жила мирно, без всяких конфликтов. К сожалению, считаю, социальные сети, социальные сети и некоторые люди, соседние, одно из соседних государств, некоторые информационные агентства в одном из соседних государств начали этот спам всячески обсасываться. Некоторые даже в социальных сетях этому радуются. Вот как хорошо, что против мусульман такое. Я напоминаю, что это радуются этому те люди, которые изгнали около миллиона мусульман. Около миллиона мусульман изгнаны из Карабаха. Осквернены мечети. Мечети превращены в хлева, в отхожие места. Что самое интересное, после этого другая соседняя страна ничего против этого не имеет. Она дружит с этой страной, которая попирает мусульманские святыни. Она оказывает ей всякую помощь и не возмущается. По-моему, это политика двойной морали. Если мы говорим, что святые места должны быть некрестновенны, не имеет значения, где это находится, это святое место. В Карабахе, в Кабулете, в Батуми, так сказать, нельзя сквертнять святые, нельзя плевать человеку в душу. Даже если ты считаешь, что этот человек заблуждается. Ну пусть он, ты считаешь, что он заблуждается, но пусть он добровольно расстанется с этими изображениями. Не нужно насильно навязывать, не нужно гнать этого человека за то, что он, допустим, по-твоему неправильно верит. Потому что придет время, и также будут на тебя гонения. Мы же это уже переживали. Зачем это делать? Я этого не понимаю. Кому от этого станет лучше? Кому станет лучше, если Грузия поссорится со своими соседями? Нашим соседям мусульманские страны. Мусульманские соседей не выбирают. Турецкое правительство идет на встречу Грузии, идет на встречу Грузинской православной церкви. Наши паломники ездят в грузинские храмы, которые сейчас сохранились на территории Турции. Причем сохранились лучше иногда, чем на территории Грузии. Потому что население местное, мусульманское население, оно веками хранило святыни своих предков, которые когда-то были христианами. И ничего там не делало. Сохранились резки, остальные надписи. Пожалуйста, сейчас эти храмы реставрируются. Наши паломники могут туда поехать. Если местный житель захочет вспомнить, что когда-то его предки были православными, когда-то они были грузинами, и захочет молиться, с достоинствой хреститься, никто ему не будет возражать, никто его не будет убивать, казнить. Все это так делается. В то же время Грузии должны действовать в мечети. То есть, если человек верующий мусульманин, он должен пройти свою мечеть, он не должен куда-то ехать. Почему, когда мусульманин идет в казино, мы не возмущаемся, а когда он идет в мечеть, и он хочет помолиться, где он живет, или где он приехал в гости, почему это нас давно возмущает? Что в этом такого страшного? После мечети человек не идет убивать. После мечети не идет принимать наркотики. Это совсем другой настрой. А у нас, к сожалению, все в обществе очень нездоровые настроения, очень нездоровые. И это показатель, то, что произошло. Это страшная вещь. Я хотел бы, чтобы это забылось, чтобы наши братья-мусульмане забыли это. И чтобы мы это забыли. А мы этого не должны забывать, чтобы у нас были такие провокаторы. Чтобы таких провокаций больше не повторялось. То есть я считаю, что сами родственники, те, кто это сделал, должны их наказать, чтобы они покаялись. Чтобы они извинились, принесли извинения, и понесли наказание, которое нам положено по закону. Потому что иначе нельзя. Иначе мы не сможем жить в мире со своими соседями и другой национальности, другой религии. Мы что, хотим, чтобы наша страна пережила те же ужасы войны, которые пережил в свое время Ливан, Босния, Грехсаговина. Мы же этого не хотим. Зачем мы это провоцируем? Вот кому-то извне Грузии нужно такое. Разжечь гражданскую войну очень легко. Например, Украины мы видим. Там тоже все началось, кстати, с попрания религиозных символов. Год назад, где-то на Крещатике с непотребными девицами, голыми, был срублен крест, распилен крест. Спилили крест на Крещатике, в центре Киева, спилили. И что потом началось? А мы видим, оно началось и не заканчивается. То есть нельзя осквернять святыни ни свои, ни чужие. Это очень сильно, очень наказывается, очень больно наказывается. Потом будет очень много горя от таких осквернений, от таких кощунств. Вот. Так что я хотел бы, чтобы мы делали вывод из той страшной истории, которая произошла в Кабулете, вот, чтобы общественные организации, православная церковь приняла все меры, чтобы таких вещей больше не повторялось. Чтобы сами люди вот, поняли, что они живут все-таки в современном государстве, государстве многоконфессиональном, государстве, где исторически все уживались мирно. И не нужно этот мир нарушать, не нужно взрывать его изнутри, не нужно делать провокации. Ведь явно, что эта провокация была сделана для того, чтобы были ответственные действия, какая-то ответственная провокация. И я хочу попросить баратьев мусульман на такие провокации не поддаваться. Потому что вас провоцирует сознательно. Вас сознательно, чтобы, это как всегда, чтобы, допустим, задеть за больное человека, чтобы он, как бы, вызвать его на недвухватные действия. Вот. На это рассчитывают наши враги, на враги нашего мира, враги наше спокойствие, наше государство. Если мы не поддадимся к провокации, если мы сами будем выявлять в своей среде таких провокаторов, мы будем, я надеюсь, что Грузия и дальше будет процветать, что здесь найдут свой дом, свое место, свою родину, представители различных конфессий. Вот. И что, и чтобы мы должны, действительно, чтобы наши дети не ходили по казино, не ходили по всяким злачным местам, что да, допустим, чтобы они ходили в церковь, чтобы они ходили, кто христианин, чтобы родители могли быть спокойны. Да, мой ребенок, мой сын пошел, допустим, моя дочь пошла в церковь, на службу, или пошла в воскресную школу, там ее научат доброму, хорошему, вечному. А если, допустим, мусульманская семья, то что, она тоже должна быть, что их сын пошел в мадресе, да, то есть, он там научится, научится хорошему, научится уважать других людей, научится соблюдать закон, научится соблюдать заповеди, законы, которые даны на свыше, их никто не отменял, вот, эти законы против того, чтобы кощунствовать, против того, чтобы хамить, против того, чтобы оскорблять наглым таким образом, низким образом других людей, никто этому не учил, ни одна религия этому не учит, вот, это тот, кто это делает, это враг любой, веритый, это безбожник, вот, с этим нужно бороться, я надеюсь, что в Грузии и дальше будет и мир, между представителями различных конфессий, различных распоряданий, что православные мусульмане будут жить в окопе, тем более, они братья, многие, я знаю, что в Аджаре, то есть, в одной семье, так сказать, братья кровные, люди одной крови, и никому, то, что кто-то, так сказать, исповедует ислам, другой православный, никому от этого плохо, плохо нет, как бы, соревнуйтесь не в том, не в гадостях, а соревнуйтесь в нравственности, то есть, в том, что чья семья более чище, кто себя ведет более, более, так, по-хорошему, кто больше, так сказать, помощи окажет ближнему, ведь поэтому судят, какая вера-то правильная, так сказать, если кто-то жадный, кто-то оскорбляет кого-то, кто-то унижает, это чести не делает, той конфессии, которым ты принадлежишь, давайте соревноваться в хорошее, вот в этом нужно, и показывать пример другим странам, чтобы жители Ирана, житель Турции приезжал в Аджаре, в Кабулете, в Батуми, не для того, чтобы погрузиться в самые такие пороки и всякую, во все тяжкие, чтобы, а для того, чтобы посмотреть, как живут люди и самому, как бы, подняться, так сказать, чтобы быть чище, быть нравственней, так сказать, ну и отдохнуть тоже, ничего плохого нет, что человек хочет отдохнуть на берегу моря, так сказать, это не противозаконно, море создано, создано Богом, так сказать, как и вся вселенная, ничего в этом плохого нет, как бы, вот, вот, если так, как бы, но не нужно, с одной стороны, мы приветствуем индустрию порока, а с другой стороны, тому, что делать жизнь нравственность, мы нравственной человека, мы запрещаем, только потому, что почему-то нам это показалось, что это неправильно, что это другая конфессия, почему-то. Наши предки жили, так сказать, веками, в округах с мусульманами, и они были очень, так сказать, они умирали за свою веру, но они не шли громить, допустим, или оскорблять человека другой веры, так сказать, да, они были верные, так сказать, своему, но они не сходили, не опускались до оскорблений, до кощунств, это тоже должны помнить. Вот такая наша задача, задача нам, чтобы хранить то, что самое лучшее, что досталось нас предков, а и опыт жизни, так сказать, мирной жизни, и доброжелательности представителям всех национальностей и конфессий, это тоже то сокровище, которое досталось Грузии. Его надо хранить. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова